Барыш, привет! Прости, Саваш. Я знаю, ты не хочешь говорить, но... Я видела, ты беседовал с Ферис. Чего ты хочешь? Я пришла узнать о состоянии моего отца. Я не вижу с Ферис, поэтому не получаю новостей. Я к дверям пришла, меня не пускают. Звоню, не отвечает. Они с Женилем не переваривают меня, поэтому пришла сюда. Состояние вашего отца удовлетворительное. Если будут изменения, вас проинформируют, ладно? Спасибо. Ферис? Ферис? А ты что здесь делаешь? Я пришла увидеть отца. Я ведь не буду просить у вас разрешения. Будешь. Ты не имеешь на это права. А это решаешь ты? Да, я решаю. Тише, дамы, тише. Елис, ты бы вышла. Подыши свежим воздухом, потом придешь. Почему ты ее не арестовал? Я взял у нее показания. Она говорит, что ее обманули. Ничего не поделаешь. И если арестуем, ребенок останется один. Значит, наказания не будет, так? Конечно, будет, но это решит судья. Я взял лишь показания. Я слежу за этим делом, не волнуйся. Идите к брату Фигри, я подожду здесь. Хорошо, подготовься и пойдем. Хорошо, спасибо. Папа, мы пришли. Папа, мы пришли. И Рахмед рядом. Не отвечает, да. Когда вижу его таким, мне и самому плохо. Очнется, брат. Очнется. Немного терпения. Пусть найдут печень, и все преодолеем. Преодолеем. Давай. И сказали, чтобы долго не оставались. Папа. Мы не уходим. Мы здесь, у дверей. Ну, то есть, не бросаем тебя. И ты. Не бросай нас, ладно? Но так же нельзя. Друзья. Рахмет, ты ступай, отдохни сегодня, ладно? Я останусь с папой. Я в порядке, сестра. Рахмет, ты иди. Я останусь с твоей сестрой. У меня сегодня и дежурства нет. Не говори детям про хитмета, ладно? Если спросят, придумай что-нибудь. Друзей тоже предупреди. Давай выйдем на улицу. Подышим свежим воздухом, полегчает. Давай посидим здесь. Присаживайся. Присаживайся. Я понимаю твои чувства. Почему смотришь? Я же тоже потерял отца. Пока не умер, он лежал в больнице. Мы с матерью так волновались. Отдали все, что у нас было. Старались, заботились. Сходили с ума. И вдруг он говорит. Сынок, не старайся больше. Сказал, что знает. Что его время пришло. Конечно же, ему было больно. Он был слабым. Ему было плохо. Конечно, человек не может такое принять. Не хочет принимать это всерьез. Я сказал. Отец, ты что говоришь? Не неси бред. Оказывается, он все чувствовал. Он знал, что умрет. И мы его потеряли. Знаешь, за что мне больше всего обидно? В последний миг я не смог с ним попрощаться. Я не смог его обнять. Не смог взять у него благословение. У пациента нет выхода. Я не думаю, что найдут донора. Результаты крови тоже выглядят отлично. Частицы стабильные. Но доктор говорит, чтобы он пошел на поправку, нужно много всего передалить. Саваш. Я слушаю, рассказывай. Доктор Бекир говорит, что переместил его в палату для больных с сахарным диабетом. И кроме него, некого переместить в реанимацию. В реанимации меньше пациентов, и смена пройдет легко. Отлично. Не пойми, неправильно. Я не хочу этого сказать, но... Дай Аллах, брат Фикри, поправится. Но человек должен подготовить себя, понимаешь? Потому что потом это большой удар. Да, ты прав. Сколько тебе было? Когда? Когда потерял папу? Семнадцать. В том же возрасте, что я хитмет. Все, Фелис, все. Все, Фелис. Шприцы, подготовьте. Быстро. Быстро. В чем дело? Нет давления и пульса. Дайте данные о кардиологических показателях. Так, один миллиграмм адреналина. Дефибриллятор, быстро. Адреналин готов. Фелис, постой. Папа. Сюда нельзя. Фелис, жди снаружи. Барыш, что с папой? Отец. Выйди. 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 Готово. Заряжай. Отец. Фелис. Саваш, выведи девушку. Фелис, прошу тебя. Папа. Папа. Фелис, успокойся. Папа. Фелис, все. Выйди, говорю тебе. Выйди. Папа. Все, выйди. Все хорошо. Все хорошо. Все успокойся. Все хорошо. Успокойся. Заряжай. Все готово. Хорошо. Хорошо. Пульс есть. Слышала? Слышала? Он вернулся. Хорошо. Успокойся. Успокойся. Все хорошо. Не плачь. Он вернулся. Вернулся. Не плачь. Какова ситуация? Доктор, пациент потерял пульс. Основилось сердце. Дефибриллятор помог. Но не знаю, что будет дальше. Его показатели очень высоки. Что здесь делает родственница? Уведите. Сделаем осмотр. И если будут осложнения, приступайте к инотропам. Мы больше не сможем стабилизировать его таким образом. У него нехватка органов. Хорошо, доктор. Вы так много всего наготовили? Мы вас утомили. Разве такое возможно? Приятного аппетита. Положу это сюда. Нет, нет. Ничего страшного нет. Я сейчас же все вытру. Дай гляну. Не утруждайтесь. Мы же внезапно вышли. Мы и так пару дней одевали грязную одежду. Вы не Fair. Ты не дружًяешь на See? Мояка. Да тippа. Не зажима на льготу. Не чистые, грязные. Норв Gud. Назовите цифру. Сколько дней? Не знаю. Хорошо, тогда сделаем так. Нашла. Дам тебе свою одежду, хорошо? А ты межде. Дай зинеп одну из своих футболок. Давай. Давайте сделаем это после еды. Нет, нет, нельзя после еды. Сделаем сейчас же. Давай, межде. Мама, зачем мне давать футболку? Доченька, дай гостям футболку. Им что, грязными сидеть? Давай. Не стоило уходить из своей комнаты. Давайте. Время действует против нас. Быстренько. Избавимся от грязной одежды. А потом покушаем еду. Давайте. Барыш, как папа? Состояние вашего отца стабильное. Остальное вам сообщит доктор. Пусть останется в прошлом. Барыш, то есть он в порядке? Скажи что-нибудь. Вам все объясни, доктор. Скорейшее выздоровление. Не выделывайся. Девушка спрашивает. Руки убери. Я ведь говорю. Даст информацию доктор. Или я вызову охрану. Охрана – это я. Я полицейский. Джимиль, замолчи. Я прошу вас успокоиться. Я вам все объясню необходимое. Ты иди, Саваш. Господин Фикри хорошо выстоял. Но у него нехватка органов. Заменяя почку искусственно, мы выигрываем мало времени. То есть, подготовьте себя. Если мы не найдем печень, у него очень мало времени. Госпожа доктор, прошу вас. Сколько времени осталось? Сказать точно, это тяжело. Но около двух дней, скажем так. Фелис, все хорошо. Не плачь. А я могу его увидеть? Конечно. Подготовлю одежду. Пап. Пап. Пап, это я, Фелис. Я на тебя всегда злилась. Говорила, что оставляешь нас на полпути. Иногда даже говорила, что лучше бы тебя и вовсе не было. И когда ты пожаловался в приют, ты всегда приносил нам проблемы. Но мы и не думали о том, что можем лишиться тебя. Папуль. Я тебя сильно люблю. Я тебя сильно люблю. Мы все тебя сильно любим. Ты наш папа. И мы тебя ни в чем не обвиняем. Хорошо? Мы на тебя не обижены. Не оставляй нас, ладно? Хорошо? 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 Не уходи, папа. Не уходи. Как красиво. Как тебе идет? Я тебе и волосы еще. Ну, не важно. Проходите. Прошу вас. Давайте. Давайте. Мюшде, доченька, ужин готов. Минуту. Прошу прощения. Я поменяю это. Да мы холодными поедим. Ничего страшного нет. Нет, нет, я не из-за этого. В них попала уже пыль. Не нужно. Поменяю. Поедим чистое. Мам, она нормальная? Да, кажется. Но немного ненормальная. Потерпим. Хорошо? Хорошо. Вот это да. Алло, Тилай. Не подавай виду детям. Но папа в тяжелом состоянии. Да ладно. Не подавай виду. Пусть не поймут. Детей приведи с Рахметом, ладно? Возможно, это будет последней встречей. Не дай Аллах, не говори так. Пусть попрощают, Тилай. Чтобы потом не говорили, что не попрощались. Хорошо. Ладно, завтра придем в больницу. Все вместе. Давай, увидимся. Сестра, Тилай. Что-нибудь случилось? Нет, он соскучился по вам. Вот и позвонила. Как папа? Хорошо. Сестра, Тилай, скажи правду. Что-нибудь с папой, да? Нет, что может быть с папой? Завтра все вместе пойдем в больницу. Навестим его. Брат Фикри сейчас спит. Завтра проснется. Сестра, Тилай, не ври. Зачем тащить всех в больницу? Тем более в школьный день. Что ты с папой, я знаю. Сестра, Тилай, ты ведь говоришь правду. С папой ничего нет? Так, не говорите ерунды. Разве с Фикри Либолом что-нибудь будет? Неужели вы не знаете отца? Подвиньтесь. О, Аллах. Разве Либолом к лицу так сразу расстраиваться? Кому я это говорю, а? Ладно. Сегодня телевизор смотрите больше. На два часа, хорошо? Только сестре не говорите. Держите пульт. Держите. Бери. Рахмед, идем со мной. Я скоро приду. Дорогой, присаживайся. Что-нибудь случилось? Рахмед. Рахмед. Твой папа совсем плох. В плохом состоянии. Фелис так говорит. То есть... То есть... То есть... Завтра всем нам нужно пойти в больницу. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Но ты ведь знаешь, мы должны быть сильными, ведь так? Хотя бы ради детей. Хорошо. Пойдем. Мини Либолы, подвиньтесь. Что смотрим? Фико? Мы дали вам пульт. Что вы еще хотите, а? Иди ко мне. Туфан? Да. Отведи меня в туалет. Ферда. Тюлай придет и отведет. Ради Аллах. Потом будет ссора. Не скажем ей. И хочется, и не остановить. Как еда и вода. Нужда все-таки. Ну хорошо, пошли. Пойдем. Нет, нет. Мы не помещаемся вместе. Подними меня. Так будет удобнее. Ну давай, вставай. Осторожно только. Держись. Хорошо. Постой, постой. Осторожно. Ты что делаешь, а? Ради Аллаха. Ты скучаешь по мне. И даже не оттолкнул. Видел? Кто? Боже упаси. Ты вцепилась. Что интересно скажет Тюлай, узнав об этом? Совсем не смей. Не смей такого делать. Хорошо, не скажу. Секрет между мужем и женой. Даже в туалет расхотелось. Кофе купить? Нет, спасибо. В чем дело? О чем думаешь? Нужно звонить Элис? Или не нужно? Она же его дочь. То есть... Она причина того, что он здесь. Ну да, она же все-таки его дочь. Захочет увидеть папу, я думаю. Тебе лучше знать. Пойдем-ка. Мам. Мы расчесались. Постригли ногти. Почистили зубы. А теперь идем спать. Тетя Шима, зачем себя утруждаете? Ну что ты, какую утруждать? Такая маленькая ведь. Телефон. Телефон. Почему не отвечаешь? Вдруг что-нибудь важное. Вдруг про господина фигри скажут. Нет-нет, это старый друг. Потом перезвоню. Хорошо тогда. Хорошо. Ну что? Пожелай маме доброй ночи. Моя красавица. Иди ко мне. Она пахнет как роза. Давай, доброй ночи. Спокойной ночи. Давай. Пойдем. Пока-пока. Бесплатная нянька. Отцу нехорошо. Если хочешь, приходи навести его. Отцу нехорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хикмет, вступай в комнату. Я не боюсь. Я открою дверь. Хикмет, умоляю тебя, в комнату. Пожалуйста, иди. Асын, ты что здесь делаешь? Я без тебя не могу. Не могу без тебя. Не глупи, мы развелись. Исра, я тебя люблю. Правда, я тебя люблю. Ты пьян. Убирайся отсюда. Давай. Быстро забыла мужа, так? Иди сюда. Не нужно. Все кончено. Ты... Значит, быстро забыла меня. Или кто-то есть? Кого-то в дом привела, да? Что за дело? Начала, да? Уже. Убирайся. Вызву полицию. Быстро. Убирайся. Убирайся. Пошел вон. Я сейчас ухожу. Но вбей это себе в голову. Либо ты принадлежишь мне, либо земле. Пошел вон. Исра. Хорошо, все прошло. Успокойся, ладно? Я же рядом. Ты не обязана с ним возиться. В следующий раз я открою двери, ладно? Ну все. Пойдем в комнату. Успокойся. Пойдем. Хорошо, все прошло. Давай. Осторожно. Я подышу воздухом. Я тоже пойду. Нет, я хочу побыть одна. Конечно. Вернусь скоро. Слушаю, Фелис. Передай Хикмету. Секунду. Хикмет. Твоя сестра. Слушай, Хикмет, отцу плохо. Завтра утром дети придут. Все будут здесь. Лучше и ты приходи. Хикмет. Хикмет. Тебе решать, приходить или нет. Я подумала, ты должен знать. В чем дело? Что говорит? Папе очень плохо. Просит прийти в больницу. Хорошо, иди. Если я уйду, ты больше не впустишь меня, ведь так? Хикмет, не глупи. Ты поэтому не уходишь. Не думай об этом. Да нет, я все понял. Ты не впустишь меня больше. Даже дверь не откроешь. Так, возьми вот это. Это от подъезда. Это от квартиры. Захочешь и придешь. Зайдешь в дом. Ну, хорошо. Тогда ладно. Тогда я пойду. Хорошо. Филис. Ты хотела побыть одна, но... Я и так тебя оставляю одну. Просто в машине была куртка, я принес ее тебе. На улице холодно ведь. Я возьму тебе чаю, ладно? До новых встреч. Давай-давай. Субтитры создавал DimaTorzok Сестренка. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас не время. Пусть папа придет в себя. Поговорим потом. Спасибо еще раз, Джамиль. Сынок! Не одевается. Давай, одевай. Ну же, Фико. Исмо, дорогой, постой, постой. Немножко осталось, давай. Нужно стоять. Не угомонишься, да? Исмо, постой. Не могу застегнуть. Не вертись. Ладно. Возьми машинку. Возьми. Любимый, привет. Привет. Ну что, готовы? Мы готовы. Что будет с Фердой? А что с ней будет? Будет дома? Нам-то что, пусть сидит. Мы что, дежурные, что ли? Ты же переживал. Накормила ли я ее? Напоила ли я ее? Зачем не переживать? Какая мне разница? Дети готовы? Готовы. Хорошо, пойдемте. Пойдем. Пойдем, принцесса. Филис, поверь. Я тебе не хочу оставлять одну, но... Сегодня у меня дежурство. Комиссар не отстает. Ладно, я не одна. Хикмет здесь. Хорошо. Если что, позвони мне, ладно? Родная моя. Привет. Ну, как дела? Вы готовы? Сестра, мы в порядке. Как папа? Папа, хорошо, так же. Зачем тогда пришли? Как это? Сестра, ты говоришь правду? Мы пришли в школьное время. Ты бы не позволила. Ведь с ним ничего нет? Давайте, не стойте в дверях. Давайте. Печень папы больше не работает. Что? Как это? Он что, умрет? Ладно, хорошо. Ничего нет, ты иди. Я скоро приду. Доктор говорит, нужно быть готовыми ко всему. Сестра, как же так, а? Родной, перестань. Брат Барыш. Фико? В чем дело, Фико? Брат Барыш, помоги папе. Помоги. Хорошо, сынок. Хорошо, ничего не будет, ладно? Все будет хорошо. Брат Барыш, помоги, прошу тебя. Спаси папу. Сынок, ничего не будет. Мы спасем твоего отца, ладно? Обещаешь, брат Барыш? Брат Барыш, обещай. Хорошо, обещаю, ладно? Я обещаю тебе, не переживай. Послушай. Не плачь больше, ладно? Не плачь. Ты взрослый мужчина, ты мужик. Не плачь. Поддерживай сестру. Ты меня слышишь? Хорошо. Ну смотри, ты дал слово. Причем слово мужика. Хорошо, даю слово мужчины. Давай, ступай к сестре. Давайте, угощу вас тостом. Вперед. Но смотрите мне, чтобы папа не видел вас расстроенными, ладно? Иначе расстроится. Кирас, сберите сметы и идите вперед. Рахмет, подойди. В чем дело? Я с тобой поговорю кое о чем. Да, в чем дело? Хикмет здесь. Здесь? Пришел ночью. Рахмет, парню очень плохо. Он не в порядке, странный. Сестра, у него дело вселился. Я его тоже не узнаю. Ладно. Больше не устраивай скандал, ладно? Какой скандал, а? Хорошо, только не устраивай. Так, кому какой тост? Вы сидите, я куплю. Нет, нет, сиди. Я сама все куплю. Исмол, какой будешь тост? Поджаренный. А вы? Мне без разницы. И мне. Хорошо. А вы не будете есть? Нет, я не буду. Здравствуйте. Три поджаренных тоста и три айрана. Доктор Хулия, что хотите? Мне кофе. Сейчас подам. Доктор Хулия, есть донор. Пациент умирает. Смерть мозга. Он в больнице. Семья его здесь? Да-да, в больнице. Первая положительная группа. Подойдет Фикри или Болу, вперед. Рахмет, в чем дело? Собирай детей в реанимацию, быстро. В чем дело? К добру, надеюсь. Исмо, пошли. Ах, мой сынок. Мой сынок. Что же я скажу своим внукам? Куда ушел их отец? Зачем ты ушел, оставив мать? Знаю, немного рано, но я доктор Хулия. Отвечаю за органы. Ваш сын был согласен стать донором. Если вы дадите свое согласие, мы начнем процедуру. Мы только узнали об этом. У вас что, нет совести и жалости? Мы бы хотели подождать. Но время поджимает. Нужно забрать орган. Послушайте, мы ничего об этом не слышали. Я не хочу, чтобы забирали часть моего сына. Я своими руками похороню его в нашей деревне. Отдайте тело. Мы уедем. Но смотрите, он хотел быть донором. Его глаза будут видеть, как бьется сердце другого человека. Он станет надеждой для других людей. Будет жить в них. Госпожа доктор, оставьте нас нашей болью. У вас нет совести. Как мы можем думать о других? Господин, прошу вас. Мой отец при смерти. Печень вашего сына спасет ему жизнь. Пусть Аллах даст ему исцеление, но нельзя. Я не дам. Я прошу вас. Госпожа Фелис, не настаивайте. Госпожа Хьюлия. Вы не можете встречаться с семьей донора. Мне жаль. Пойдемте. Вы же слышали. Не поднимайте шум. В чем дело? Это родители донора. Они отказываются давать органы. Почему вмешивается Фелис? Она подошла, а я разговаривала с семьей. Охрана пришла, проблем нет. Я поговорю с ними. Как знаешь, но прошу, не настаивай. Потом будут проблемы. Не переживай. Примите мои соболезнования. Спасибо вам. Если вы будете говорить про органы, лучше не настаивайте. У нас и так большое горе. Что я скажу своим внукам? А вы еще и давите на меня. Хватит, прошу вас. Я мать. У меня же душа горит. Я знаю. Я понимаю вас. Вы правы. Я знаю, что вы скажете своим внукам. Пройдите со мной на минуту, прошу вас. Зачем? Покажу вам кое-что. Где твои братья? В реанимации. Пройдемте. Эти дети? Того, кто лежит в палате. Фикри или Бола. Он на грани смерти. А это его дети. Их шестеро. Ты для этого привел меня? Да. Чтобы вы увидели желание вашего сына. Он хотел сообщить хорошую новость детям. Что их папа вылечится и вернется домой. Может, и другие семьи обрадуются. Это будет хорошей новостью для всех. Будут молиться за него. Всю жизнь будут благодарить его. Я думаю, вам нужно прислушаться к желанию сына. А вы скажите своим внукам, что их отец герой. Хорошо? Хорошо. папа я прошу тебя не уходи сестра сестра папа вышел с операции он в порядке пойдем пойдем мой лев брат барыш ну а что я говорил а ты же обещал мне идем идем они здесь в чем дело брат фигри спаси это же брат фигри разве с ним что-нибудь будет совсем справиться вот и все сестра это брат барыш спас папу где он только чтобы здесь я пойду скажу спасибо иди сюда джемиль не поздравила тебя пусть останется в прошлом брат это супер реально это супер извините где сава шактан он вышел наверное отдыхает через коридор первая дверь спасибо я давно не был так счастлив хорошо поработал ты спас жизнь этого человека еще многих людей да так получилось я чувствую себя полезным я скучал по работе и больнице реально скучал спасибо большое иди ко мне спасибо тебе а я скучала по тебе а